Одиночные стайные бездомные собаки заполонили жилые районы. Поведение и перемещение собак людьми не контролируется. Крупные стаи тяготеют к участкам, где расположен обильный источник корма. Это парки, базары, магазины и дворовые зоны. Там и находят они себе убежище. Можно и где-то, как в городах делают, вот так собрать собаки, кто не имеет собак. Брать их как-то. Стрелять тоже не первый выберет положение. В прошлом году много было, их убивали. Ну, осторожно прохожу. Собаке надо что-то делать. Вот ведь весь мусор собака таскает, вот она кушает уже, она принесла. Понимаешь, я ему объясняю, но он не слышит. А как им вот весь мусор, он таскает, а мусор разлетается по парку. Собаки могут иметь опекунов, приносящих им корм. Тем самым привязанность бездомных животных к этим участкам усиливается. В небольших дворах они привыкают к постоянным жителям. Однако, когда они ощущают острое чувство голода или видят незнакомых им людей, они становятся агрессивны. А вон дети, когда в школу шли, что творилось вот здесь вот. На детей, блин, кидаются. Начинают гавкать туда, как устанавливаются. Не, рано утром, как начинается гау-гау. Вот сейчас смотри, какой этот велик кинется. Среди этих бездомных животных могут оказаться собаки, больные бешенством. Но не все могут их отличить, поэтому мы все оказываемся в зоне риска. Маленький ребенок, он беззащитный. Подойдет, она его цапнет, даже не поймешь. Она даже во двор, вон Лариса говорит, на Никиту чуть не кинулась. Мы уже принимали решение о выделении денег для покупки боеприпасов, будем так говорить, для отстрела собак. Это нужно сделать, потому что это и разносчики всякой заразы. За второе полугодие 2012 года и первые шесть месяцев текущего за медицинской помощью от укусов собак обратилось около 170 человек. Медработники предполагают, что столько же людей по разным причинам не прибегли к помощи.